Дорогой Господь, мы приходим к Тебе в этой молитве, мы славим Тебя, мы возвеличиваем Тебя, мы так благодарны Тебе за возможность быть здесь и слышать Слово Твое. Мы просим Тебя во имя Иисуса Христа, благослови это время. Пусть это будет Слово для каждого из нас, пусть оно оживет и принесет свой плод для славы Твоей, Господь. Мы молились во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Аминь. Не можно присаживаться, занимать свои места. Я рад приветствовать всех на этом месте, дорогая церковь. Сегодня прекрасный воскресный день, первое воскресенье февраля. И у меня сразу есть хорошая новость и сразу для всех. Есть, наверное, те, кто очень сильно любят зиму. Первая хорошая новость, что пошел снег, зима как бы хорошая. А для тех, кто уже ждет весны, хорошая новость в том, что февраль – это последний месяц зимы. Поэтому скоро уже будет весна. И вы знаете, в месяце феврале, в новом месяце мы по обыкновению в церкви начинаем говорить на новую тему. Новую тему. И в месяце феврале эта тема называется «Евангелизация», «Благовестие». Я верю, что каждый из нас призван Богом для того, чтобы быть проповедником Евангелия Иисуса Христа. Аминь. Мы призваны для того, чтобы быть письмом читаемым, и чтобы, глядя на нас, люди видели в нас живого Бога, чтобы, глядя на нас, они хотели познать того же Бога. И вы знаете, я верю, что проповедь Евангелия для христианина – это не просто поручение, просто какая-то просьба. Это действительно великая честь, когда мы идем и проповедуем Евангелие Иисуса Христа. Но сегодня я буду с вами максимально честен. И когда я готовился к этому слову, я задал себе вопрос, проста ли эта тема для меня. И вы знаете, я скажу, что когда я пришел к Богу, что-то в моей жизни изменилось сразу. Вот сразу оно изменилось как-то. И если бы мне сказали, расскажи что-то, например, про семью, я бы рассказал. Я был бы рад рассказывать про семью. Если бы мне сказали, расскажи что-то про устройство в жилье, я бы рассказал про устройство в жилье и был бы так счастлив этому. Но вы знаете, вот я пришел к Иисусу, а евангелизация вместе со мной не пришла. Я еще как бы ждал. И не всегда я мог доносить благую весть, не стыдясь. И вы знаете, сегодня мы как раз будем об этом говорить. Ведь как проповедовать, не стыдясь, как нести Божье Слово, не стыдясь благовествования. Ведь это для нас большая честь. И вы знаете, я сколько себя помню, когда я только пришел к Богу, в самое первое время, на первых этапах, мне было сложно проповедовать Христа. Я где-то сомневался, где-то у меня были какие-то сомнения. Что обо мне подумают в университете? Я только поступил, я же только поступил на первый курс. Я же могу испортить себе все пять лет будущее, понимаете? Это не то, что где-то я на пятом покаялся, через месяц выпуск, я сейчас скажу всем и убегу, и забудут обо мне. Я же думаю, что обо мне буду думать? А работа, я уже тогда работал, что обо мне буду думать? И вы знаете, иногда мы стыдимся. И сколько я себя помню, вокруг меня были такие же люди, как и я. Вы знаете, когда начиналась евангелизация в церкви, когда дьякон, мой дьякон писал мне, Андрей, мы выходим на евангелизацию. Вы знаете, всегда есть братья, которые радуются. Ты пишешь им, выходим на евангелизацию, они получают эту смс, они радуются, ликуют. Я не относился к их категории, вы знаете, я так думал, что же сказать, что же сказать. И вы знаете, я сидел, я садился, я получил это сообщение, я сажусь. И знаете, у меня начинается такая тишина, я пытаюсь найти, что же у меня болит. Что же у меня болит, что же болит. И в этот момент, вы не представляете, чудо происходит, и у меня уколола голова. Знаете, вот так вот просто раз, она уколола, и ты такой, ой-ой-ой-ой, голова заболела. Я пишу дьякону, дьякон, брат, я хочу с вами, но я буду страдать за Христа здесь дома. Голова болит, не могу, не могу. Он пишет, хорошо, благословляю, чтобы Господь исцелил тебя. И вы не поверите, сразу после этого сообщения, Бог исцеляет меня. Все хорошо, я остаюсь дома, смотрю, не знаю, фильм какой-то, отдыхаю, пока братья и сестры мои идут и проповедуют Евангелие. Или вы знаете, очень часто еще я говорил, что, ну, я понимаю, да, нужно идти на евангелизацию, но у меня есть дома неспасенные мои близкие. Я сегодня останусь и послужу им. Я сегодня с мамой буду сидеть на кухне и буду проповедовать ей Евангелие. А мы потом сидим спустя час на кухне и обсуждаем, какой вкусный борщ или какие вкусные котлеты, погода. Мама спрашивает, как у меня учеба. Вот. И я придумывал отговорки себе. Знаете, моя любимая, я ее никогда не применял, честно, потому что такое уже стыдно применять. Но как-то в интернете увидел такую картинку, очень смешная, такая чистое-чистое небо, голубое такое, вот прекрасное. Вообще ни одного, ну, нету ни туч, ничего. И такое маленькое белое облачко, не тучка даже, облачко. И такая подпись сверху. Кажется, дождь собирается. Не пойду на евангелизацию сегодня. Так и вот не смог это применить, потому что, ну, как бы искал, где голова болит у меня. И вы знаете, так отговорка за отговоркой мы оттягиваем то время в своей жизни, когда мы поистине можем стать настоящим читаемым письмом у Иисуса Христа. Когда люди, глядя на нас, они видят в нас Иисуса Христа, и они хотят, чтобы их жизнь изменялась точно так же. И поэтому сегодня мы будем говорить о том, как проповедовать и не стыдиться благовествования Христова. И тема называется сегодня «Кусты, киты и крест». Кусты, киты и крест. И, возможно, кто-то уже понимает, о каких историях мы сегодня будем говорить. Мы сегодня затронем три истории, в которых рассказывается о тех факторах, которые влияют на то, благовествую я или нет. На то, стыжусь я благовествования, что-то останавливает меня в благовествовании или нет. И первое, о чем мы поговорим, это сомнение и страх. Первое, о чем поговорим, сомнение и страх. И мы сразу видим горящий куст и понимаем, какую историю будем читать. Но перед тем, как будем читать, я хотел бы рассказать вам, я хочу сегодня делиться с вами историей своей евангелизации. Вот какой она была изначально. Я сказал, что я далеко не был тем, кто проповедовал Евангелие. И какой она стала, об этом мы узнаем уже в последнем пункте. Но, знаете, я, как и все, наверное, если бы я попросил поднять руку, кто переживал когда-то сомнение, какой-то страх, я думаю, что кто-то поднял руку, то есть были бы среди нас те, такие же, как и я, кто когда-то сомневался и боялся. И, знаете, я помню, когда я только пришел к Богу, я тогда был в церкви спасения в Боярке, прекрасная благосовенная была у нас церковь, братья, и там у нас был один брат, он и сейчас там Богдан, и он такой, знаете, он во всех сценках играл Иисуса. Вот он улыбался, как Иисус. Вот любая сценка, вот сразу Богдан Иисус. А я на тот момент, честно вам скажу, если вы помните, была такая сценка Иисус и грех. Вот это я мог буквы греха играть тогда. Вот Богдан Иисус, а я такой был тогда. И пастырь говорит, пойдем на евангелизацию. Мы поехали в Виту-Почтовую, это соседнее село у нас, поехали захватывать город для Иисуса Христа. Ну, конечно, я такой захватчик был на тот момент, скажу вам честно, безоружный. И я не знаю как, наверное, я не помню просто, наверное, пастырь так сказал, потому что я бы с Богданом не пошел. То есть, знаете, вот есть такие люди, которым ты говоришь, надо проповедовать Евангелие. Они такие, ура, месяц уже не проповедовали, я ждал. А есть такие, с кем можно вот идти и назидаться, говорить о Писании, знаете. То есть, ты идешь на евангелизацию, вот кого увидишь там, ну, если далеко, то подходить не буду, но далеко же уже, то есть не подойдешь, но будете говорить о Боге, то есть как бы друг другу проповедовать. И вот каким-то образом я оказался в паре с Богданом. Я тогда этому не очень обрадовался, потому что перед Богданом было стыдно. И мы вот идем, хорошо, к моей радости это была зима, холодно, не так, как сегодня, холодно, люди не останавливались вообще. Мы видели пару пенсионеров, вручили им пригласительные, они ушли сразу, потому что сказали, ой, иди-таки на мачасу. И тут навстречу нам, метров 10-15, из-за угла поворачивает такой мужчина, знаете, такой крымезный чоловик. Вот если я, если про меня можно сказать, что я не маленький, то вот он прям такой крепкий-крепкий. Я, глядя на него, сразу понял, без шансов. И идет он, идет он с бойцовской собакой, без намордника. Вы не подумайте, я не боюсь собак, но когда я вижу бойцовскую собаку без намордника, я ее стараюсь обойти. Я поворачиваюсь на Богдана, он начинает улыбаться. Меня это сразу же, то есть я понимаю, что сейчас что-то будет, и меня это настораживает. Я вижу, что он улыбается, он тянет руку уже к сумке, у него сумка такая была тут впереди, и пригласительная там, и я вижу, у него начинает тянуться рука туда. У меня секунды на принятие решения, то есть сейчас что-то начнется. Либо мы будем проповедовать Иисуса Христа, либо мы будем убегать. И Богдан начинает поднимать руку, и все, что я могу сделать, я хватаю его руку и говорю, брат, не надо. Вы знаете, мне так стыдно сейчас это рассказывать, но вот был такой момент, я говорю, брат, не надо, мы проходим, и он мне говорит, он так по-детски, знаете, по-детски. То есть ничего, что там шел вот этот мужчина, вот эта собака без намордника. Он мне по-детски говорит, Андрей, а что такое? Ну, пришлось мне ему рассказать, открыться, и как бы я перед ним, можно так сказать, вскрыл всю правду, сказал, Богдан, я испугался, извини, пожалуйста, я знаю, что ты бы запроповедовал. И вы знаете, все, что у меня остается, я надеюсь, что этому мужчине когда-то кто-то запроповедовал, что он когда-то вышел без этой собаки, или хотя бы начал одевать намордник, и ему рассказали об Иисусе Христе. Но вы знаете, я рассказал вам о том, как я столкнулся с каким-то сомнением и страхом, мне помешало это поделиться благой вещью с человеком, который в этом мог нуждаться. И давайте мы вместе сейчас зачитаем исход, третью главу, с первого стиха, на экране будет, будет это место из Писания. Здесь написаны такие слова. «Моисей, пас овец у Иофора, тестя своего, священника Мадиамского, однажды провел он стадо далеко в пустыню и пришел к горе Божией Хариву. И явился ему ангел Господень в пламени огня и среды тернового куста, и увидел он, что терновый куст горит огнем, но куст не сгорает». Моисей сказал, пойду, посмотрю на сие великое явление, отчего куст не сгорает. Мы остановимся здесь. И я хочу сказать, что Моисей увидел что-то сверхъестественное. Если бы я попросил вас представить, что такое горящий куст сегодня, то я бы сказал, представьте то, что представить невозможно. Я думаю, что сегодня горящий куст, который не сгорает, может быть. Сегодня технологии, химия, это все настолько развито. Дети идут в музей, им кладут что-то на руку, оно горит, их не обжигает. И сегодня, может быть, кто-то скажет, но это фокусы. Но тогда не было ни Wi-Fi, ни учебников по химии, ни телефона, ни интернета. И Моисей понимал, что сейчас что-то будет происходить. Сейчас что-то произойдет, сейчас Бог проговорит к нему. Он не понимал, что это такое. И что же дальше происходит? Господь увидел, что он идет смотреть и возвал к нему Бог из среды куста. И сказал, Моисей, Моисей. Он сказал, вот я. И сказал Бог, не подходи сюда, сними обувь твою с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая. И сказал, я Бог отца твоего, Бог Авраама, Бог Исаака, Бог Иакова. Моисей закрыл лицо свое, потому что боялся воззреть на Бога. И сказал Господь, я увидел страдания народа моего в Египте, и услышал вопль его от пристанников его. Я знаю скорби его, и иду избавить его от руки египтян, и вывести его из земли сей в землю хорошую и пространную, где течет молоко и мед, в землю хананеев, хитеев, амореев, ферезеев, евеев и евусеев. И вот уже вопль сынов Израилевых дошел до меня, и я вижу угнетение, какими угнетает их Египет, египтяне. Итак, пойди, я пошлю тебя к фараону, и выведи из Египта народ мой, сынов Израилевых. И мы остановимся сейчас. И что произошло? Мы слышим о том, как Бог обращается к Моисею и говорит, слушай, у меня есть хорошая новость для израильского народа, Божьего народа, который находится в порабощении. Народа, который не знает, что будет сегодня вечером. Они не знают, что произойдет. Они могут остаться без крыши над головой, потому что фараон примет какой-то указ. Их могут побить за то, что они плохо работали. Когда их побьют, кого-то могут убить, потому что так били. А возможно, убьют их детей. Потому что мы вспоминаем, каким образом Моисей, если мы помним эту историю, Моисей был в таких условиях, что когда он родился, еврейских детей их убивали. И поэтому Моисей получает эту прекрасную новость для израильского народа. Ты выведешь израильский народ из Египта. Ты выведешь его в землю, где течет молоко и мед. Представьте себе, человеческими глазами это невозможно. Египет, армия, фараон, своя земля, свои строения, своя территория. Бог говорит, я выведу израильский народ. И что происходит? В 11 стихе написаны такие слова. Моисей сказал Богу, кто я, чтобы мне идти к фараону и вывезти из Египта сынов Израилевых? Кто я, чтобы мне вывезти из Египта сынов Израилевых? И дальше Бог опять обращается к фараону. И в 4 главе, в 1 стихе написаны такие слова. И отвечал Моисей и сказал, а если они не поверят мне и не послушают голоса моего, и скажут, не явился тебе Господь. Вы знаете, я думаю, что Моисей в этот момент, дальше еще рассказывается история, Бог еще раз к нему обращается. Он говорит, что я некрасиво говорю, я заикаюсь. И в конечном итоге он соглашается и идет. Но я всегда задавался вопросом, почему Моисей? Почему, видя то, что ты видел, горящий густ? Почему ты сомневался? Почему ты переживал страх и сомнения? Да, можно сказать, Моисей убегал из Египта, потому что там произошли события, когда он убил египтянина, и уже не так все хорошо для него было. Он уже не мог просто себе спокойно быть. Он сомневался, что ему поверят израильтяне. Он просил знамений. Бог ему давал знамения. Он говорил, как мне поверят? Но у Моисея было сомнение и страх. И вы знаете, я думаю, что точно так же в жизни каждого из нас, когда мы получаем слово от Господа сказать кому-то, я думаю, что моим горящим кустом тогда был Богдан. Бог проговорил через него и сказал, пошли проповедовать этому мужчине. И я просто развернулся и ушел. Я испугался. Почему Моисей смог это сделать? Потому что Моисей продолжал разговаривать с Богом. Потому что он сказал это Богу и получил от Бога ответ. Он не просто, как я тогда, опустил руку Богдана и сказал, все, молчи куст. Ушел. Ушел от этого куста. Он продолжал общаться с Богом. И в конечном итоге, когда Моисей пошел к израильскому народу, мы все знаем, чем это закончилось. Они вышли из Египта. Они получили большое благословение через то, что Моисей послушался Господа. И вы знаете, в жизни каждого из нас сегодня Бог может проговаривать к нам через какие-то обстоятельства. Наша с вами задача побороть свой страх и сомнение и пойти проповедовать Евангелие. Проповедуя Евангелие, мы принесем хорошую новость тем, кто в ней нуждается. Аминь. Аминь. Двигаемся дальше. Второй пункт. Чувство справедливости. Второе, о чем мы будем говорить, чувство справедливости. Немного позже мы свяжем это с названием проповеди и поговорим о китах. Но в самом начале я опять же таки хотел бы рассказать вам одну историю из своего личного опыта евангелизации. Вы знаете, мне вообще кажется, что чувство справедливости у нас у украинцев, оно в крови. Вот я думаю, что еще где-то на моменте обрезания пуповины матери вот последнее что-то вот по справедливости, оно попадает в ребенка и вот мы все рождаемся с чувством справедливости. Мы же, вот когда мы выйдем на парковку какого-то торгового центра, мы же знаем сразу, вот кто наворовал на машину, а кто нет. Мы же сразу это знаем. Мы же без новостей, нам не надо новости, мы знаем, кто хороший, а кто плохой. Мы знаем, кто справедливо поступает, а кто несправедливо. И вы знаете, в моей жизни был такой случай, когда из-за чувства справедливости я не поделился благой вестью. Вы знаете, я расскажу вам историю, я пришел к Богу в 17 лет и привела меня моя жена в будущее, поэтому мне пришлось сразу в 17 лет идти на работу. Я еще не собирался, я не хотел, но поскольку меня привела моя жена, я понимал, что мне пора уже в принципе, потому что, ну, надо уже серьезным быть. И вы знаете, я попал на хорошую очень работу, очень хорошую работу. У меня был хороший коллектив, и у меня был хороший директор. Это была женщина, и было 83 года, когда я пришел на работу. Представьте, представьте себе 83 года, и она была специалистом. Вот я вам честно скажу, не могу сказать ничего плохого, как про специалиста вообще. Она знала английский язык, можно курсы у нее брать. Она знала свою тематику, это авиационная тематика, представьте себе, авиационная тематика, самолет. Тут в машине разобраться бы мне, а она вот это все понимала. И вы знаете, и мне так все нравилось, я там работал, все было хорошо, но потом я начал развиваться по карьерной лестнице, где-то у меня начал появляться больше доступ к информации. И вы знаете, как украинец, лучше бы я этот доступ к информации не получал, потому что я начал замечать и оценивать, что справедливо, а что нет. Я сам начал принимать решения в своем сердце, где мой руководитель поступает справедливо, а где нет. И вы знаете, во мне воскипел такое негодование, во мне возгорелся такой бунт на работе. И я принял решение, что я не могу эту систему изменить, поэтому я просто буду менять работу, я уйду. Но Бог проговорил в мое сердце. Он сказал, перед тем, как уйти, ты должен рассказать ей Евангелие. В принципе, честно вам скажу, когда я, ну то есть я понимал, что это на тот момент, я уже было 88 лет, я понимал, что это 100% проговаривает ко мне Бог, потому что, ну, я должен рассказать ей Евангелие. И я помню, что два месяца во мне шли борения, как написать заявление на увольнение, что ей сказать, как проповедовать ей Евангелие. И в течение двух месяцев я каждый день, когда заходил в кабинет, я где-то за полчаса прорабатывал весь разговор, как я буду рассказывать об Иисусе Христе. И я когда шел в кабинет, я, знаете, у меня расправлялись плечи, я представлял себя молодцом, я знал, я сейчас запроповедую. Но когда я садился к ней за стол, я вспоминал всю ту несправедливость, которую, как я считал, делали по отношению ко мне. И я вам честно скажу, я не сказал ей Евангелие. Я не сказал ей Евангелие. Со временем я узнал о том, что она уже отошла, о том, что она уже умерла, о том, что ей, когда ей было 90 лет. И вы знаете, у меня есть внутри надежда и вера, что ей кто-то сказал это Евангелие. Но я долгое время потом носил в себе стыд и боролся с этим, потому что я не поделился с ней благой вестью. И прямо сейчас давайте откроем книгу пророка Ионы, четвертую главу. Перед тем, как мы зачитаем стихи из этой главы, я расскажу коротко о том, что происходит в этой вообще истории. Иона был пророком, который получил откровение от Господа, получил слово от Господа идти в один город, в определенный город и рассказать им благую весть, потому что город был наполнен злыми деяниями, то есть это как бы город поступал очень плохо и дорога их была определена, они шли не туда, куда нужно. И Бог для того, чтобы спасти их, посылает туда Иону. Иона убегает от этого. Он убегает, садится на корабль, он не хочет проповедовать Евангелие там, он садится на корабль, уплывает, Бог посылает шторм, корабль находится в шторме, моряки не понимают, что происходит, это длится определенное время. Иона потом признается, что это из-за него, и говорит, если вы меня за борт выбросите, все нормализуется, все будет хорошо. Они еще некоторое время его не выбрасывали, потом выбросили, все нормализовалось. А Иону съел кит, а Иону проглотил кит. И Иона находился во чреве кита три дня. И что же потом происходит во чреве кита Иона? Прочитайте, это очень интересная книга Ионы, здесь во второй главе начинается разговор Ионы с Богом. Я прочитаю только один стих десятый. А я глазом хвалы принесу тебе жертву, что обещал, исполню у Господа спасение. Иона во чреве кита, он обещает Богу, что он исполнит то, что обещал. И после этого он идет проповедовать в Ниневию. Но что интересно, давайте мы теперь прочитаем четвертую главу с первого по третий стих. Написаны такие слова. Но Иона был этим очень недоволен и злился. Он стал молиться Господу. О Господи, разве не это я говорил, когда еще был дома? Поэтому-то я и бежал в Торшиш. Я же знал, что ты Бог милостивый и милосердный, что ты долготерпеливый и богатый любовью и не желаешь насылать беду. А теперь, Господи, забери мою жизнь, потому что мне лучше умереть, чем жить. И вы знаете, я понял. Иона, он не хотел проповедовать благую весть Ниневии, потому что он считал их недостойными. Он считал их недостойными. Он с самого начала знал. Он сказал, я еще когда дома был, я знал, что ты их помилуешь. Я знал, что ты хочешь их спасти. И именно поэтому я убежал, потому что они не заслуживают его спасения. И вы знаете, он точно так же поступил, как и я. Как и я тогда, когда Бог открыл мне, иди проповедуй своему директору. Я сказал, ну как же, ну недостойный же этот человек. И вы знаете, очень часто в нашей жизни бывает тот момент, когда Бог говорит нам, иди к этому человеку, иди к этому человеку, иди к этому человеку, ему нужно спасение. Ему нужно спасение, ему нужно принять меня, Ему нужно принять Христа, Бог говорит. А мы говорим, нет, Он не достоин. Он не достоин. Я, я, вот я, я достоин. Он не достоин. Вы знаете, я помню, когда я только пришел к Богу, 18 лет, я сажусь в маршрутку. Представьте, 18 лет о чем думал, о каких высоких материях я думал. Я сажусь в маршрутку в желтую. Желтая, это было единственное, что было от роскоши в этой маршрутке. Цвет, как феррари, да? И мимо меня проезжает машина. Я не буду говорить, чтобы не смущать братьев, может быть, кто-то на таких машинах ездит. Но в тот момент я подумал, ну как, вот Боже! 18 лет, представляете? Я хотел эту машину 18 лет. Боже, я же пришел к тебе в церковь. Я же служу тебе. Я же следую за тобой. Я же работаю вот полгода этих на работе. Почему я на маршрутке? Он же наворовал 100%. Либо он сын того, кто наворовал. Вы представьте, о чем я думал. И вы знаете, очень часто мы поступаем так, как Иона поступил в этой ситуации, и мы можем оказаться в ките. Я тогда, когда не рассказал своему руководителю, я оказался в ките стыда. Этот кит мучил меня. Я находился внутри него. И только после того, как я сказал, Боже, я прошу, прости меня, я смог выйти из этого кита. Послушайте, если нас чувство справедливости съедает, если из-за чувства справедливости мы сегодня не проповедуем Евангелие, мы можем оказаться в ките. И этот кит либо выведет нас к проповеди Евангелия, либо потащит за собой. И поэтому я хотел бы подвести краткий вывод по первым двум пунктам. Вы знаете, я задавался вопросом, вот почему Иона и Моисей, будучи такими Божьими мужами, я думаю, что это авторитетные мужи Божьи. Вот почему они, слыша голос Божий, переживая какое-то явное Божье присутствие, горящий куст, общение с Богом, почему они не идут смело проповедовать Иисуса Христа? Почему они не идут смело доносить благую весть, хорошую новость для Израиля, что Бог выведет из Египта, для Ниневии, что Бог спасает этот город? Почему они не идут? И вы знаете, тогда я понял одну простую вещь и хотел бы поделиться этим откровением. Я задумался и понял, Моисей и Иона сомневались и не хотели проповедовать эту хорошую новость, потому что это была не их новость. Она их не коснулась. Она не касалась лично их. Моисей, он пас овец своего тестя. Это был их семейный бизнес, возможно. Его дома ждала жена, семья. Он не был в Египте. Не его принуждали к работе. Он не был там. И сейчас ему нужно все оставить, оставить свои комфортные условия и идти говорить эту новость. Хорошую новость для израильского народа, не для него. Для Моисея, возможно, это не была хорошая новость. Это далеко не хорошая новость была для него. Иона. Иона написано, он находился дома, он сидел дома. Может быть, он только вернулся с какого-то путешествия по служению. Он где-то проповедовал, возможно. Возможно, он устал и думал, я сейчас две недели побуду дома, отдохну. Раньше не было машин, самолетов. Ему нужно было идти две недели пешком с какими-то ночевками, ночлежками. И он такой, я отдохну. Бог говорит, иди туда проповедуй Евангелие. Он уставший. Как я пойду туда проповедую? Им? Кому? Им проповедовать Евангелие? Почему? И вы знаете, я понимаю, что эта новость, она не была их. И когда мы переходим к третьему пункту, вы знаете, я хотел бы сказать, что они делились хорошей новостью для израильского народа и Неневии. Но когда мы говорим о Евангелии Иисуса Христа, это хорошая новость, которая касается абсолютно каждого из нас. Это хорошая новость, которая касается абсолютно каждого из нас. И поэтому третий пункт, о котором мы говорим, это послушание. Вы знаете, первых два мы сказали, что это было сомнение и страх. Я поделился с вами, я переживал это в своей жизни, когда мне нужно было идти и проповедовать Евангелие, несмотря на то, что Бог проговаривал ко мне через определенные обстоятельства. Я оказался в ките, потому что не сдал еще один экзамен проповеди Евангелия из-за чувства справедливости, почему человек должен спасаться. Но вы знаете, когда мы знакомимся с Иисусом, в нашу жизнь приходит послушание. Нам не нужно бороться со страхом, со смирением, со страхом, с сомнениями. Нам не нужно бороться с чувством справедливости. Я хотел бы зачитать место из Писания. Это Матфея. Последняя глава Матфея. Давайте вместе откроем. 28 глава, 16 стиха. Здесь написаны такие слова. «Одиннадцать же учеников пошли в Галилею на гору, куда повелел им Иисус, и, увидев Его, поклонились Ему. А иные, были какие-то иные еще, усомнились. Одиннадцать учеников увидели, поклонились, иные усомнились. И приблизившись, Иисус сказал им, да на мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам, и сей я с вами во все дни до скончания века». И вы знаете, когда-то, прочитав это место из Писания, во мне что-то переломилось, и я понял. Ученики Иисуса, они проходили с Ним весь Его путь. Ученики Иисуса видели, как Он исцелял людей. Ученики Иисуса были прощены им, приняты им. Кого-то из них не принимали. Кого-то из них не принимали. Они были самыми последними людьми в своем народе, в своей семье, возможно. Кого-то из них не любили, Он полюбил их. Они знали Иисуса Христа лично. Они видели, что Он сделал на Голгофе. Они видели этот крест, эту жертву. И они видели Его воскресенье. И вы знаете, сегодня каждый из нас может сталкиваться с сомнениями и страхами. И Бог будет проговаривать к нам. Он будет говорить, иди проповедуй Евангелие, мы будем сомневаться и бояться. Когда-то мы можем сталкиваться с чувством справедливости, мы можем оказываться в каком-то ките, потому что там идет борение, это может быть стыд, это могут быть какие-то обстоятельства. Но я хочу сказать одно. Ученики, после того, как Иисус сказал им эти слова, если закрыть Евангелие и перейти дальше, начинаются деяния и послания. У Моисея и у Он был еще диалог с Богом. Они еще боролись, они не хотели идти. После того, как Иисус сказал, идите и проповедуйте Евангелие, мы читаем деяния, как ученики пошли и без сомнения проповедовали Евангелие. Их били, они встали и пошли опять проповедовать Евангелие. Их закрыли в темницу, и, о чудо, ангел открыл темницу, открыл ворота. Слава Богу, убегай домой, убегай домой. Нет, он идет и опять проповедует Евангелие. Кого-то убивали за Евангелие, но они смело делали это, потому что они видели Иисуса Христа, потому что они видели Его крест. И вы знаете, я рассказал уже вам две истории своего неудачного евангелизма, своей неудачной евангелизации. И я долго думал, почему в моей жизни так, почему я пришел в церковь? Вроде бы все хорошо, я же вижу какие-то благословения в моей жизни. Но почему мне так сложно проповедовать Христа? И вы знаете, тогда я находился, вот в этот момент, когда я задавал такие вопросы, я находился в определенной пустыне, я искал Бога через слово, я искал Бога в поклонении, на проповедях, и тогда я пережил личную встречу с Иисусом у Его креста. Я пережил личную встречу с Иисусом у Его креста. И я осознал одну простую вещь. Мне не надо быть свидетелем, свидетелем. Мне не надо быть свидетелем того, что кто-то из вас видел. Я хочу быть сам свидетелем Иисуса Христа. И вы знаете, как пример просто приведу. В нашей семье мы получили с моей женой такое благословение от Бога. Бог благословил нас. И в том году мы обменяли нашу квартиру, у нас была однокомнатная квартира. Это чудо от Бога, сто процентов мы знаем. Просто сидим на работе, Бог сказал, продавайте, покупайте. Мы продали за две недели. Мы даже не успели ни с кем посоветоваться, потому что настолько это было явно. Мы за две недели все продали и купили с однокомнатной трехкомнатную квартиру, из которой сделаем четырехкомнатную. И у нас осталось 200 долларов. Представляете? Слава Богу. И вы знаете, я же не для этого вам рассказал это. Вы знаете, я встречаю Вишневым друга своего с работы. Это мой приятель, мы с ним работали вместе долгое время. И он говорит, а что ты здесь делаешь? Я говорю, ну вот с этой стороны сейчас живу. с этой стороны Вишневым. Он говорит, так ты же с той жил? Я говорю, ну сейчас снимаем квартиру. Он такой, а что такое? И вы знаете, вот здесь произошел переломный момент. Раньше, когда мне нужно было проповедовать Иисуса Христа, вы знаете, я же стоял, я же долго думал, что же мне говорить этому человеку? Как же я ему начну рассказать про Иисуса Христа? Но у меня вопрос, как вы думаете, легко ли я начал проповедовать Иисуса Христа в этот раз? Он просто меня спросил, а как? Он не спрашивал про то, купили ли мы квартиру. Он спросил просто, почему вы переехали сюда? И через три минуты мы уже говорили об Иисусе Христе, о том, что Бог бласил нашу семью. Потому что я лично сам стал свидетелем этого. Когда я стал свидетелем исцеления, мне было легко говорить об исцелении. Потому что я лично сам стал свидетелем того, как Иисус делает это в нашей жизни. Давайте мы поднимемся на наши ноги. Можно группу прославления попросить на сцену? Вы знаете, я уже 11 лет с Богом, и долгое время в моей жизни, наверное, может быть, половину этого времени, половину этого времени, все мои примеры евангелизации, они были как в первых двух пунктах. Я всегда боролся, мне всегда нужно было выбороть. Я помню, пастырь говорил, нужно сделать евангелизацию. И я уже тогда, осознавая, что я должен это делать, как христианин, я этого не хотел. Но я просто поднимал руку и говорю, я пойду. Вот просто после этих слов будь что будет, но я пойду. И потом уже, когда я готовился к евангелизации, я боролся там с сомнениями, со страхом, со всем. Много раз я оказывался в каких-то условиях стыда, как я приводил уже пример. Когда просто мне приходилось размышлять, почему же я не пошел проповедовать Евангелие. Но вы знаете, я хотел бы сделать один вывод. И мы поклонимся еще раз, мы помолимся. В нашей жизни, когда мы будем проповедовать Евангелие Иисуса Христа, может быть разное. Могут быть и кусты, и киты. Когда нам придется бороться со своими страхами, с сомнениями. Когда нам придется бороться с чувством справедливости. У Бога чувство справедливости это по милости, а у нас только по справедливости. Вы знаете, и каждый из нас в своей жизни может сталкиваться с кустами и китами. С теми обстоятельствами, когда Бог будет делать что-то с нами. И в нашей жизни их может быть много. Но столкнувшись один раз с крестом Иисуса Христа, все в твоей жизни может измениться. Только один раз и только один крест может изменить все в твоей жизни. Тебе уже не нужны будут кусты, тебе уже не нужны будут киты, тебе не нужно будет сомневаться, переживать что-то. Один раз крест Иисуса Христа может изменить все в твоей жизни. И поэтому последний вывод, я хотел бы, чтобы мы поклонились сейчас. Только тот, кто лично стал свидетелем Иисуса Христа, только тот, кто лично стал свидетелем Иисуса Христа, будет смело и дерзновенно проповедовать о Боге. Давайте прямо сейчас мы споем эту песню у Креста. Прямо сейчас приди к Богу. Приди к Богу прямо сейчас. Откройся Ему, скажи, что ты устал бояться, устал сомневаться, устал переживать, когда тебе просто нужно рассказать хорошую новость. Встреться с Иисусом у Креста прямо сейчас. На Кресте Бог явил, чтоб спасение дать, чтоб грехи все забрать, дать свободу душе, за меня умирать. Ты страдал на Кресте у Креста, спасение людей у Креста, конец боли твоей у Креста, на Победа дана, новая жизнь началась. У Креста спасение людей у Креста, конец боли твоей у Креста, на Победа дана, новая жизнь началась. У Креста, у Креста, у Креста. Казалось, все кончено, последний вздох, смерть ликовала, ну где же твой Бог? Но после страданий великий пенат, когда ты воскрес, и из тьмы во сият у Креста, спасение людей у Креста, конец боли твоей у Креста, на Победа дана, новая жизнь началась. У Креста, спасение людей у Креста, конец боли твоей у Креста, Нам победа дана, Новая жизнь начала. У креста Спасение людей у креста, Конец боли Твоей у креста, Нам победа дана, Новая жизнь начала. Господь, сегодня здесь на этом месте Мы так жаждем познать Тебя, Мы так жаждем познать Тебя у креста Твоего, Мы так жаждем, чтобы все в нашей жизни изменилось, Чтобы проповедь Евангелия стала для нас не просто повелением, А стала для нас величайшей честью, Потому что мы сами пережили это, Потому что мы сами увидели, что Ты реальный Бог, Ты тот, кто исцелил, Ты тот, кто освободил, Ты тот, кто поднял того, кто упал, Ты тот, кто проявил свою любовь к тому человеку, Которого вообще никто не любит и не принимает. Ты обнял каждого, Господь. И все это у креста. И сегодня, возможно, здесь на этом месте Есть люди, которые переживают сомнения и страхи, Когда проповедуют Евангелие. Я прошу Тебя, помоги преодолеть им. Помоги преодолеть им. Я прошу Тебя, возможно, кто-то из-за чувства справедливости Судит судом справедливости. Научи нас судом милости смотреть на человека Твоими глазами. Но самое главное, Господь, Пускай больше ни страх, ни сомнение, ни чувство справедливости, Они не имеют над нами влияния, Потому что есть Твой крест. Потому что есть Твой один крест, Который может изменить все, Господь. Ты там совершил все. И сегодня здесь, на этом месте, Мы хотим быть Твоими свидетелями. Не потому, что нам кто-то сказал, Не потому, что нас попросили, А потому, что мы реально видели Твою силу и славу, Господь Иисус Христос. Мы благодарим Тебя за все, что Ты сделал в нашей жизни. Мы благодарим Тебя за Твою Евангелие в нашей жизни. Что эта благая весть стала благой, в первую очередь, Для каждого из нас. И сегодня здесь, на этом месте, Мы принимаем решение следовать за Тобой И нести эту весть. Не стыдиться этой вести. Гордиться этой вестью. Потому, что Ты есть наша жизнь, Господь. И я прошу Тебя, благослови, Чтобы каждый из нас Был тем письмом читаем, Которое Ты пишешь, Господь. Чтобы, глядя на нас, Люди видели Тебя, Иисус. Люди видели Твою любовь, Твою милость И Твое прощение. Мы благодарны Тебе, Господь. Мы славим Тебя. Мы возвеличиваем Тебя. Аминь. Аминь. И давайте прославим нашего Господа. Слава нашему Господу. Слава нашему Господу. Слава Иисусу за все, что Он сделал на кресте Для каждого из нас. И сегодня мы можем быть действительно Его свидетелями. Свидетелями Его любви, силы каждому из нас. И вы знаете, я хотел бы свершить еще одну молитву И прямо сейчас обратиться к тем, кто Возможно, впервые в нашей церкви. Возможно, вы не каялись никогда, не просили прощения За свои грехи у Бога. А возможно, вы были с Богом и по какой-то причине Отошли от Него. Вы знаете, я верю, что прямо сейчас Бог на этом месте касается вашего сердца. Я верю, что Он касается вашего сердца И Он не хочет, чтобы было так, как было прежде. Он не хочет одиночества, Боли, греха, разочарования. Ведь это то, что разрушает вас изнутри. Если вы есть на этом месте, где бы вы ни были, Пройдите сюда под сцену. Пройдите сюда под сцену для молитвы. Мы просто помолимся вместе. Вы знаете, я хочу сказать, что Иисус, Он сделал самое главное на кресте. На кресте Он сделал самый важный поступок для человечества. Он взял на себя весь наш грех, Весь грех человечества для того, чтобы простить нас, Принять нас, не осуждать, Подарить нам любовь и изменить нашу жизнь. Сегодня день спасения. Если ты еще стоишь на месте, послушай, Сегодня день спасения. Именно сегодня Бог обращается к тебе. Ты не знаешь, что будет завтра с тобой. Ты не знаешь, что пройдет в твоей жизни. Произойдет. Бог сегодня ждет тебя. Сегодня Бог ждет тебя. Вы знаете, мы говорили, что Так много дел делает Бог для того, чтобы донести хорошую новость. Послушайте, все, что есть сегодня, Сделано для того, чтобы вы были на этом месте. И мы так сильно этому радуемся. Церковь, давайте поприветствуем всех, кто выходит. Если ты еще на своем месте, пройди наперед. Даже во время молитвы, Ты можешь просто оставить балкон, малый зал, Где бы ты ни был. Если вы рядом видите такого человека, Пропустите, помогите выйти. Ты можешь проходить. И мы просто помолимся вместе. Дорогие, те, кто вышел, прямо сейчас я просто скажу молитву. А вы повторите эти слова за мной. Мы как церковь поддержим вас. Но пусть эта молитва, она исходит от вашего сердца. Пусть это будут ваши слова, а не мои слова. Давайте мы вместе помолимся. Дорогой Господь, я прихожу к тебе в этой молитве и прошу, прости меня. Прости за всякий грех, за все зло, за всю боль, которую я причинил тебе. Сегодня на этом месте я принимаю тебя своим Господом и своим Спасителем. Спасибо тебе за все, что ты сделал для меня сегодня. Мы молились во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Церковь, давайте поприветствуем аплодисментами тех, кто покаялся. Не уходите, пожалуйста, останьтесь на минутку. Мы сейчас помолимся за вас как церковь, благословим вас. Давайте прострем руки наши и благословим. Дорогой Господь, мы приходим к тебе в этой молитве. Мы благодарны тебе за каждого человека, который сегодня принял решение следовать за тобой. Мы благодарим тебя за их сердца, за то, что они открыты пред тобою. И я прошу тебя, Господь, мы просим тебя в единстве. Пусть их жизнь изменится, Господь. Я прошу тебя, прийди в их жизнь и пусть они станут свидетелями силы и славы твоей, Господь. Мы благословляем их на этот путь и благословляем твое святое имя. Мы молились во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. И, дорогие, я хотел бы обратиться к вам. Прямо сейчас мы приглашаем вас по центральному проходу в фойе. Мы хотели бы познакомиться с вами, вручить вам небольшие подарочки. Поэтому, пожалуйста, проходите. Там вас ждут наши служители. Слава нашему Господу.